Я просто в шоке от того, как все быстро меняет. Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в GMT, солнечном и прекрасном. Сегодня у нас 30 плюс температура воздуха, море теплеет, мы с вами туда отправимся. Но я вам хочу показать грин-дачу, которая находится с правой стороны. Там есть первое, квартиры новые, большие и дома под ключ. Бесплатная парковка, детская площадка, мангальные зоны. И все это находится крайне близко к морю. Давайте посмотрим все поподробнее. Также мы зайдем сегодня в одну из столовых и пообедаем там. В самом начале мы видим вход. Здесь территория закрыта, все под паролем. Заходите на территорию, ваши дети там остаются в безопасности. С левой стороны находится магазин продуктов. Тут вся инфраструктура, которая только вам надо. С правой стороны у нас парк развлечений, аквапартики так находятся. Здесь кофейня. Взял там кофе, давайте вам покажу ее. Вы можете посидеть как на улице, так и внутри. Другие атмосфера очень уютно. Здравствуйте. И вот так вот выглядит витрина у ребят. Здесь разнообразные сладости есть. Коих очень-очень-очень много для вас. Ценники, надеюсь, вы разглядите. А также заказать кофе. Есть отдельно стоящие столы. Также вот с такими большими креслами. Очень удобно провести свое время здесь. Заходим на территорию. В самом начале хочу отметить, что мне очень понравилась концепция. Во-первых, бесплатная парковка. Она здесь очень большая. Ну, во-вторых, то, что домики и квартиры, это то, что многим сейчас нравится. Жить без хозяев, там во всяких развлечениях дополнительных. Приехали, идите, спокойный отдых. Вы сами все слышите, как здесь на территории. В-четвертых, это зелень. Здесь под зонтиками можно присесть отдохнуть. Есть мангал номер один. Ну, а также там есть еще небольшая зона для отдыха. И тут находятся две квартиры. Одна на другой. Сначала территория, потом уже туда зайдем мы. С правой стороны огромная бесплатная парковочная зона для ваших автомобилей. То есть припарковали, поставили, поместятся абсолютно все, которые здесь будут проживать. Теперь пойдем к домикам, которые находятся здесь. Вы из квартир можете тоже сюда прийти. В домика вы тоже можете прийти вот в эти беседочки, посидеть в них. И также пожарить здесь шашлычок. Вы можете видеть, сохранили деревья здесь. И такая прекрасная тень. Там дача, как красный бассейн, и он стоит под солнцем. То есть и такая территория, и такая. Я помню, когда один из моих подписчиков говорил, почему стоят постоянно детские площадки под солнцем. И вот сейчас вы можете увидеть, что здесь детская площадка находится как раз-таки в тени деревьев. И даже в самую жаркую погоду здесь детки играются. Здесь мягкое покрытие сделано. И горка с лазалками и качелями. Также под деревьями есть такая вот качелька, две скамейки и стол. Для ваших детей, чтобы можно было поиграть. Ну и, как я сказал, беседки. Очень просторные, большие на компании. Здесь заходим для домиков. Тут реализована кухонная зона. Такие большие столы с креслами, за которыми можно посидеть. Люди, вы видите, что принимают пищу. Есть мангал и набор всей необходимой посуды, которая вам только может понадобиться. Люди отдыхают. Самое, наверное, печальное для многих, что места здесь есть только с 25 августа и на сентябрь. Вот так выглядят домики отдельно стоящие и в такой вот концепции. Ну и сам бассейн. Он стоит, как я и сказал, под солнцем. Все хорошо. Давайте посмотрим сначала квартиры, которые можете заехать уже сегодня. А потом вернемся сюда обратно к домикам. И начнем вот с этого. Давайте более подробно посмотрим зону слева. Здесь находятся квартиры на первом этаже и на втором. Они более 100 квадратных метров. То есть вы можете отдыхать здесь под зонтиками. А также у вас внутри есть зона отдыха. С левой стороны мангал. Заходим вовнутрь. Вот такая вот большущая зона отдыха тут. Место есть, где посидеть. Камин, дрова. Все, что вам надо, друзья. И сама квартира. Доступ через ключ. Заходим вовнутрь. Она очень просторная. Большая. Два санузла. Рассчитано до шести человек. Это у нас прихожая. С левой стороны первый санузел. Тут у нас раковина. Большое такое зеркало. Унитаз, полотенцесушитель. Далее гардеробная. Такое вот отделение для верхней одежды. Полочки. И здесь прям можно спрятаться в этом шкафу. Но очень много места. Тут также у нас во всю стену зеркало огромное. Далее. С правой стороны у нас большая кухня. Здесь телевизор, обеденный стол, разнообразная бебель. Полностью весь набор посуды. Стиральная машинка, микроволновка, чайник. Ну, вообще, все есть, ребята. Прям абсолютно все. И самое главное, что все это новое, свежее. Прям только-только сделано. Никто здесь еще не жил. Посуду. Посмотрите, какая красивая. Набор вилок, ложек, ножей. Даже чайный сервиз. Какой-то красоты. Кухня просторная. Большая. Стол раскладывается. Если вам надо больше гостей усадить. Проходим далее. Здесь у нас первая комната. В ней у нас раскладывающийся диван. Две кровати. Есть стол. Также с правой стороны очень красивая мебель, на которой стоит телевизор. Проходим в санузел. Здесь он второй. И с душем. Тут душевая кабинка. Зеркало. Фен. Унитаз. Возле кровати висят бра и есть посередине стол для ваших телефонов. Далее у нас изолированная спальня. Здесь большая двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, торшеры возле нее. Также есть мебель напротив с телевизором, зеркалом и сплит-системой. Заехать в эту квартиру вы можете уже прям сегодня. Она только начала сдаваться. Стоимость у нее 15 тысяч рублей. Проживать могут до 6 человек. Вариант шикарный более чем. Сейчас мы поднимаемся по лестнице на второй этаж. Здесь у нас проход в этот дом. Он примерно по квадратуре такой же, как и снизу. Это свой собственный балкон. На него мы выйдем. Заходим вовнутрь. Открывается дверь. Здесь стоит датчик движения на свет. У вас все включилось. При входе у нас зеркало. Место для верхней одежды, обувница. С левой стороны шкаф для верхней одежды. Также с зеркалом. Тут у нас три двери. И начнем по часовой стрелке. В левую сторону заходим. Комната, кстати, закрывается отдельно на ключ. Здесь огромный шифонер для ваших вещей. Верхней одежды. Все с зеркалами. Будете смотреть, какие вы красивые, классные и прекрасные. Поворачиваем камеру. Здесь двухъярусная кровать. Две отдельно стоящие односпальные кровати. И раскладывающиеся кресла. Там есть телевизор. Сплит-система. То есть, вот такая комната. Просторная, большая. Вы можете сами оценить ее размер. То есть, пространство прям большое, когда ты приходишь в гостинице. Там все как можно компактнее, чтобы больше номеров впихнуть. То здесь для тех людей, кто ценит именно пространство. Идем далее. По прямой у нас огромный санузел. Здесь у нас душевая зона. С левой стороны есть полотенцесушитель. По прямой унитаз. С правой стороны раковина. Зеркало. Фен. И стиральная машинка. Идем в следующую комнату. Тут у нас кухня. Кухня оборудована абсолютно всем. Вплоть до посудомоечной машины. Есть наборы посуды. Все свежее новое. Здесь никто не жил. Даже в горшочках можете себе готовить всякие разнообразные вкусняшки. Друзья, кухня шикарная. Столб раскладывается. Здесь четыре стула к нему с мягкими подложками. И выход отсюда на балкон. На балконе у нас есть мебель. Красивая. С мягкими сидушками. Вы можете на нее сесть. Отсюда, кстати, красивый вид открывается. Вот на бассейн и остальную часть с домиками грин-дачи. Можете увидеть, как это симпатично все смотрится. Красота, дорогие друзья. Тарелочки. Все свеженькое. С бокалами, стаканами имеется. Далее с кухни мы попадаем в отдельную еще одну спальную комнату. Здесь у нас двуспальная кровать. Прикроватные тумбочки. Над ними есть бра. Напротив на мебели стоит телевизор. С левой стороны столб. Будуарный. И большой шкаф для верхней одежды. Там тоже размещение с плечиками. Со всем необходимым для вас. Стоимость проживания в этой квартире 15 тысяч на шестерых человек. Тут можно разместить до 8 человек. Это будет стоить немножечко дороже. Все актуальные цены уточняйте. Стоимость проживания озвучиваю на сегодняшний момент. И вся доп. информация и бронирование происходит уже по телефону. Я стараюсь быть актуальным и показывать вам все как есть. Самое главное, чтобы вы оценили насколько это клево, красиво. Вы могли сюда приехать уже получив, как говорится, через экраны информацию. Потом увидев это все своими глазами внутри, что оно будет точно так же. Смотрим на территории, стоящий отдельно домик. Здесь он на двоих рассчитан. Заходим. Здесь такая терраса. Место для сушки вещей. Домик весь в стекле сделан. Тут включается подсветка. Можете и у себя здесь отдыхать на террасе. И смотрим. С левой стороны у нас есть стул. Дальше идет мебель. На ней стоит холодильник. Сверху телевизор. Напротив двуспальная кровать. Сверху сплит-система. На правой стороне у нас шкаф. Стул еще один. Наполнение шкафа выглядит вот так. И есть собственный санузел. Здесь у нас места много. Раковина, мыльные принадлежности, зеркало. С левой стороны унитаз и душевая кабинка. Стоимость проживания на двоих 3,5 тысячи. Это на сегодняшний день. Все цену уточняйте по номерам и на сайте. Друзья, места в этих домиках есть только на конец августа и сентябрь. Сейчас на все лето уже все распродано. Также здесь в углу есть еще один свободный. Он двухкомнатный. Рассчитан до 4 человек. Давайте посмотрим. Домик номер 6. Заходим. И по часовой стрелке. Кресло. Стол перекатной. Еще одно. Телевизор над ними. Напротив имеется диван раскладывающийся. И кресло. Большое пространство с высокими потолками. Здесь все в дереве. Дышится очень хорошо. Тут по прямой мебель. Холодинник. Сплит-система. Место для хранения. В полнении шкафа до подушки. Плечики. В левую сторону у нас еще одна комната. Здесь двухспальная кровать. Прикроватные тумбочки. Бра. Тоже высокий потолок. Напротив есть стол. Комната просторная. Также есть свой санузел. Здесь раковина. Зеркало. Мыльные принадлежности. Унитаз. И душевая кабинка. Стоимость этого домика 6 тысяч на 4 человек. Здесь есть еще один свободный. На двоих. Плюс доп. Домик. Заходим вовнутрь. Раскладывающиеся кресла. Два кресла еще. И стол. Телевизор. Напротив имеется двухспальная кровать. Прикроватные тумбочки. Картина. Высокий потолок. По прямой у нас мебель. Здесь есть шкаф. В нем подушка. Плечики. Тумба. А в ней холодильник. На дне висит сплит-система. Также в номере есть свой собственный санузел. Тут у нас душевая кабинка. Унитаз. Раковина. Зеркало. Мыльные принадлежности. Стоимость этого домика на двоих 3,5. Если плюс доп. 4 тысячи. Друзья мои. Очень интересное место расположения. Рядом со всей инфраструктурой. Тут даже ЖД вокзал. Недалеко находится. Если вдруг вы на поезде приедете. И рядом до моря. Куда мы сейчас с вами и отправляемся. По пути покажу вам еще разнообразные места. Для того, чтобы было где потратить ваши деньги, друзья. Здесь два прохода можно выбрать к морю. Пойдешь на джаматинский проезд. Попадешь мимо аквапарка. Пройдешь. Там многих столовых. Такие как Полет. Маша и Медведь. Они все культовые в джамате. Также возле аквапарка. Очень хорошая столовая с шашлыками есть. Ну и здесь, как я вам и сказал. Все присутствует в наличии. Тут у нас Большой Розари. Это тоже, кстати, от них. От Гриндачи реализован. Ну и благоустройство ребята сделали за что им. Спасибо большое. Также есть разнообразные кафешечки, в которых вы можете посидеть. Заказное меню себе выбрать. Что-то удобное, вкусное прикупить. Отдыхай. Как говорится, не хочу. И вот вам, пожалуйста, прям здесь рядышком мужики жарят шашлыки. Чтоб вам было вкусно. Также продают все, что вам нужно и не нужно. В больших количествах. Этого здесь очень-очень много. Здесь у нас находится тоже очень интересная, полезная столовая «Рай» называется. Тут мы снимали уже обзор в этом году. Можно было бы, конечно, зайти поесть здесь. Но я думаю, что мы покушаем в другом месте. Столовая очень популярная. Открыты оба зала. Вы можете видеть, сколько людей сейчас сидят. Было интересно ему подписчикам изменить цены. Цены, а ребята остались те же самые, которые я снимал в начале сезона. Сразу за столовой «Рай» у нас переход через пешеходный переход. Официальный. Здесь вас пропустят. Либо туда дальше можем пойти ко всяким, ну, как сказать, там, клубам, джемоте, где есть развлечения, там, такие фичинебельные рестораны. Переходим на другую сторону. Проход я вам буду показывать полностью все повороты, чтобы вы не потерялись. Потому что проще, наверное, дойти по джемотинскому проезду. Там дорогу перешли налево до проезда и сразу к морю. Но здесь гораздо ближе, людей на этом пляже гораздо меньше. Ну, соответственно, море гораздо чище. Доходим до «Ванильки». Это у нас тоже кофейня. Здесь они сделали аребрендинг небольшой в этом году. И можно посидеть вот прям так с видом на Пенинский проспект. Поесть что-нибудь. И тут тоже разнообразные рестораны. Поворачиваем возле нее налево. Смотрим на цветущий гибискус, который уже радует нас. Это говорит о том, что цветут также и лотосы. Можно поехать на экскурсию. Если что, вот к Людмиле Владимировне обращайтесь. Вся информация от нее у нас в Телеграм-канале присутствует. Ну и, собственно, по прямой двигаемся уже к морю. Доходим до вот такой развилки. И тут указатель на море налево. Поворачиваем в левую сторону. И уже по престижному проезду продвигаемся далее. Тут ошибиться уже будет сложно, потому что дорога прямая. Лично мне на престижном проезде не хватает большего количества урн, скамеечек. Потому что даже зелень здесь присутствует. И смотрится это очень красиво. Здесь вот как раз-таки небольшой финт ушами. Поворачиваем немножко направо. И потом сразу же налево. И, собственно, наверное, никаких дальше проблем не будет. Потому что нам по прямой налево и направо остается. Сложно, но зато быстро и в тенечке почти всегда. Под виноградничками, навесиками проходим. Ну, больше, чем растения, гостиница дает тень. Мы сейчас идем в полуденный зной. Так сказать, у нас час дня. Поэтому здесь солнца очень много, друзья. Но людей приличные. Нам каждый день приезжает вас все больше. Мы этому несказанно рады. Продается все, что надо для пляжа. Зонты, лежаки. В общем, все для вас, друзья. Если вы с собой не взяли. А самое главное, берите деньги. Тогда вы будете тут самым счастливым. Потому что все везде есть. Вот оно, друзья. Совсем немножечко остается у нас. Мы на Джаматинском уже проезде. Здесь столовая Снегири. А давайте-ка зайдем и поедим здесь. Попробуем протестировать кухню. Потому что мои подписчики ее хвалили. Режим работы столовой с 8 до 8 вечера. И заходим внутрь. Ох ты, вот такая она большая. Просторный зал. И пойдем смотреть, где здесь можно посидеть. И что поесть. Ценники по блюдам, я надеюсь, вы все разглядите. Допустим, борщ здесь за 100 рублей можно приобрести. Ну и раздачу потом смотреть. На раздачу явно не хватает салфеток. Но я взял там дальше. Парелочка. Смотрим, что есть по сладостям. Салатику. Кстати, я буду салатик не делал. Хочу вот это. Отлично. Красиво сделано. И также есть разные соления. Здравствуйте. А что есть по первым блюдам? Суп лапша, борщ, борщ зеленый, окрошка, рассолик, солянка. Последнее, что было? Соляночка. Давайте соляночку. Суслуганы без. Без. По блюдам можете тоже увидеть. Выклотка есть, отпугиватель мух. Надо только определиться, что мы будем еще есть. Наверное, пюречку какую-нибудь поджарку. Давайте свиногуляш возьмем. Тефтерки, перчик там и домушки есть. И огощи разные. В принципе, выбор вреда будет небольшой. Также булочки разные. И компоты, соки. Хребушек в ассортименте. Также можно, например, напитки взять. Чай, кофе, растворимые. Все там было выписано. Также есть разнообразные соки. Этот термоход с кипяточком стоит. Места много, вообще не большое. Да. А мы плачаем. Спасибо большое, что смотрите. Смотрелась, да, но не подписаны. Подпишитесь. Особенно в Телеграме буду благодарен. Как вас зовут? Алина. Откуда? Володы. Володы. Привет огромнейший. Вам приятного аппетита. До свидания. Вы тут ели все время? Ну, не здесь, да. Ну, а как вам здесь эта столовая? Так. Ну, так, это что, нормально, ненормально? Ну, средняя. Средняя, да? Средняя. Цена качества средняя. А где самая лучшая к GMT? Ну, правило, по-моему, она нормальная. Ага. Ну, то есть завтрак у вас заключенный, а отец не у нас. Ну, где вот вам больше всего понравилось? София, столовая. У нас в Телеграме, спасибо. В Анапу. Ну, ну, машите ручкой. Всем привет. Классу, кто будет смотреть вам. Легкой дороги домой. Спасибо, что приехали к нам. Спасибо. Вот так вот встретили подписчиц. Здесь столовая. А я так понимаю, они на базе вот это снегири отдыхают. И им тут талоны на завтрак давали. Так. По солянке, ребята. Здесь огурчик. Много разного мяса. Картошки нет. Пробуем. Единственный момент. Я чек не взял. Моя вина. Ничего страшного. Общую цену мы увидели. Все остальное, как говорится, мелочи жизни. В принципе, вкусно. Мясо. Картошки нет. Едем. Я по соляночку добавил бы еще оливочку и лимончик. Возможно, просто мне не повезло. Мне в тарелку не попало. Ну, так еще хотелось бы, может быть, чуть погуще бульон. По-честному, вкусовой характеристик очень хорошая. Я знаю, что когда берешь какие-то такие салаты, селедка под шубой в столовых, можешь рисковать очень сильно. Но все-таки я очень его люблю, и я рискнул. Слушайте, вкусный, кайфовый салат. От души спасибо поварам. Молодцы. Идеальный вкус. Красивое оформление. Продукты приготовленные тоже просто супер. На столах есть соль, перец. Не хватает салфеток и зубочисток. Второе блюдо. Меня хорошо полили подбивочкой. Четыре кусочка мяса. И пюрешка. Пюрешка картофельная вкусная. Мясо тоже приготовлено отлично. По соли, по всему. Очень хорошо. Все тогалки пусты, чисты. А это говорит о том, что вкусно было и прекрасно. Ну и плюс я еще немножко голодный был. И компот отличный. Без сильного вкуса сахара. Мне это вот краски и нравится. Так что, ребятки, в принципе, по еде здесь все мне понравилось. Девочки стали средние. Где-то, значит, было вкуснее. Я думаю, что зависит, конечно, от блюд, который вы берете. Собственно, и сумма от этого меняется. Без салата, там, дешевле. Ну, в общем, все как есть, ребятки. Обычно хорошая столовая. Снегирь. Ребятам респект, кстати, на раздачу в шапочках. Тоже большие молодцы. И стульчики для кормления детей. Далее от столовой мы уже двигаемся к вязанной территории. Здесь есть еще на улице бар с разливным пивом. И разнообразными сувенирами, фруктами, овощами, которые здесь для вас выложили, чтобы вы на них смотрели. Ценника нет. Наверное, просто так мимо проходили продукты, хостовары, магазинчик. Ну, с левой стороны вообще база отдыха. Снегирь находится. Здесь Эмиральтика, фамилия отель. И за ним мы, собственно, поворачиваем уже к морю. Тут еще база отдыха Анапская. Ну, тут совсем шаг в прошлое. Ну, как говорится, кто что любит. Вот, мои дорогие, проход на пляж Джемоте-1. С левой стороны Эльбурт-столовая. Недавно была у нас на обзоре. Мы ее показывали. Здесь у нас мини-маркет. Свежая выпечка Эльбурт-столовая. Вкусная. Прямо на пляже можете поесть. Немножко для меня лично показалось дороговатое. Но подписчики мои ее хвалили. Говорят, все нравится, все прекрасно. Здесь у нас фрукты продаются. 150 дыни, 200 абрикос, 350 черешня, хот-дуги, картошка фри. И выходим, дорогие мои. С правой стороны квас, навесики и огороженные дюны, чтобы не засыпали в пароход. Настил шикарный, широкий, большой. Сейчас я уже чувствую, что включился южный ветер. К вечеру в море будет кипяток. Так что, друзья, все, кто переживает по температуре моря, можете спокойно ехать. Оно прогревает. С утра уже было 22 местами, но где-то еще 19. С другой стороны есть бар. Лежаки здесь по 400 рублей. Можно попрыгать на батуте. Красота. И что нас ждет, друзья? Чистейшее море, хорошее настроение, мусорки, лежаки, теневые навесы. Здесь, с правой стороны, паркат на вот эту большую арту. Как тебя зовут? Давид. Давид занимается здесь тем, чтобы вам было комфортно и красиво отдыхать. Ему за это большующее спасибо. Почему у тебя лежаки? 400 рублей. Приходите, ребятки, дарите в аренду и передавайте ему огромный привет. У тебя хорошей работы. Спасибо. Как я вам говорил, на этом пляже людей не так уж и много, поэтому я его вам и советовал. Если вы выходите, смотрите направо, там прям вообще все забито народом. Здесь свободных мест. Еще раз здравствуйте. Вы все здесь на том же месте? Да, да. Как море сегодня? Отлично. Теплое, хорошее. Вот так вот. Кистое, без пины, без всего тепло. Все, как я и обещал. Хорошего отдыха. И посмотрите, ребята. И в эту сторону. Там дальше, где Джаматинский проезд, там тоже столпотворение. Поэтому я, собственно, сюда вам и советовал приходить наслаждаться. Море прекрасное. Температура воздуха 30,4. Так, подсъемочку я сделал с берега все пляжи. Закинул уже в телеграм. Ребят, все самое важное и актуальное информация появляется сначала там. Потом уже все идет дальше. Поэтому смотрите, вдите телегу. И да пребудет с вами сила. Море классное. Море чистое. Ну, водоросли, честно, чуть-чуть где-то там есть. Но какое может быть море без водорослей? Ведь ими питаются рыбки. А также они в них прячутся от дельфинов. Если вдруг вы хотите посмотреть дельфинов, прям шоу. Вот туда дача есть голубой пирс. Вот мы его отсюда видим. Там каждое утро они приплывают и кормятся пеленгасом. Ходите, глядите, наслаждайтесь. К вечеру море будет еще теплее. Сейчас 26, вот даже поднялась температура 26,4. То есть, ребятки, все как я и обещал. Южный ветер сразу приносит теплую воду с поверхности. У нас становится море кипяток. Вы можете вот так вот сутками плавать в нем, не выходить даже на берег. Чем, собственно, все и занимаются. Красота и чистота. Это тоже наши люди. Машут нам ручкой, и это прекрасно. Дорогие мои друзья, что может быть лучше, чем приехать на море и кайфануть, отдохнуть? Я просто в шоке от того, как все быстро меняется. Хотя я это ожидал, по прогнозам смотрел и вам об этом говорил. Я сейчас надеюсь, что море прогреется еще сильнее, потому что жара пришла дикая. Нам вообще аномальную передают. У нас уже был в июне зафиксирован самый жаркий день, но дальше будет еще жарче. На что мы все и надеемся. Море прогреется, и северные ветра уже портить температуру моря не должны. Собственно, друзья, приезжайте, ослаждайтесь отдыхать. Сегодня мы посмотрели домики под ключ с 25 августа есть места. И квартиры с сегодняшнего дня можно заезжать в большой компании. Выбирать вам, хотите тихий, спокойный отдых со своей территорией, мангалом, бесплатной парковкой, приезжайте именно сюда. Я думаю, что многие так и хотят отдыхать. Друзья, это все, как говорится, каждому по финансам и на их кошелек. Собственно, всем пока-пока. Увидимся в следующем видео. Но сейчас, друзья, для вас по традиции морюшко. Это знакомые люди, да? Здрасте. Я папу узнал вашего. Приветствую. Как тебя зовут? Демит. Демит. Как тебе отдыхается? Хорошо. Море сегодня? Ну, теплее, чем все эти дни, которые были, приеду. Понял. Ты купался уже сегодня? Ну да, я сегодня уже три раза купался. А ты дельфинов видел здесь? Ну нет, я позже вчера, то ли вчера утром смотрел с балкона и видел дельфинов. Ух ты, ты где-то отдыхаешь с видом на море даже, да? Ну да, у меня вон там гостиница Фея-2, там вид на море. Понял тебя. Мочи пить, тюни, тебе всего светлого, ясного и прекрасного от души. Ребята ко мне еще собираются на фотосессию. Ты нам тоже привет передашь? Угу. А тебе море тистое, теплое. Ты тоже дельфинов видел с балкона? Ну да. Ой, это как классно. Тебе хорошего тоже отдыха. Увидимся. И папе привет большущий. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.